Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим вас познакомить с творчеством современной детской писательницы Елены Шолоховой. Елена Шолохова – автор многочисленных романов для подростков. Она родилась в 1977 году в Иркутске в семье учителей. После окончания средней школы поступила и с успехом окончила Иркутский институт иностранных языков, факультет английского языка. Работала в Ростелеком в должности начальника отдела. В 2013 году начала сотрудничать с издательством АСТ в качестве переводчика художественной литературы. В 2014 году в издательстве «Аквилегия М» вышел первый роман писательницы «Ниже бездны, выше облаков», основанный на школьных воспоминаниях. В 2015 году тоже издательство выпустило из печати вторую книгу Елены Шолоховой «Звезда». Большинство книг Елены Шолоховой написаны в жанре реализма. Она пишет предельно искренне, не стесняясь порой затрагивать острые темы. Пишет о том, что интересно современной молодежи, что их волнует, об их проблемах, взаимоотношениях. Стараются разговаривать с подростками на одном языке, чтобы они, читая повести, смогли посмотреть на себя со стороны, сделать какие-то выводы. Рассказы и повести про «Заика» публиковали в журналах «Сибирь», «Первоцвет», а также в интернете. Некоторые книги выходили под псевдонимом «Рита Навгер». Повесть «Белый танец» очень похожа на произведение Галины Щербаковой «Вам и не снилось». 1982 год. Он и она – первая школьная любовь. Но какие же они разные. Он из семьи крупного партийного работника, комсорг, гордость класса и школы, красавчик в блестящем будущем. Весь мир лежит у его ног. Она – страшные неприятности. В семье недавно погиб отец. Они с мамой едва сводят концы с концами. Отношения с одноклассниками не складываются. Между ними лежит огромная пропасть. Но ребята удивительным образом находят путь друг к другу. И этот путь называется любовь. Зорница. Лето 1984 года. Водители 14-летней Иры разводятся. Чтобы дочка меньше волновалась, ее отправляют в пионерский лагерь. Для замкнутой необщительной девочки это еще одно серьезное испытание. Приехав в лагерь, Ира сразу же захотела сбежать обратно к родителям. Но на нее обращает внимание симпатичный мальчишка. И вот уже и уезжать из лагеря совсем не хочется. Ведь жизнь засияла яркими красками. Частная школа. Главный герой 17-летний Эрик. Он живет обычной жизнью, которая ничем не отличается от жизни его сверстников. Он живет с мамой, учится в школе, общается с друзьями. Но в один момент все перевернулось. Драка в темном переулке с одноклассниками и его друзьями изменила всю его жизнь. Впереди его ждет колония. Мама Эрика, чтобы спасти сына, обращается к тому, кого поклевать забыть навсегда – его отцу. Так Эрик оказывается в частной школе со своими негласными правилами. Звезда. Одиннадцатиклассник Олег – звезда во всем. В классе, в футбольной команде, в кругу друзей. В общем, живи и радуйся. Но однажды наступает момент, когда он остается совсем один. В семье возникли серьезные проблемы. Его переводят в новую школу, где он никто. Звезды – совсем другие ребята. Старые одноклассники его забыли, а с ним общаются только изгои класса. Но так ли это плохо? Быть может, эти ребята и есть самые настоящие близкие друзья, которые будут на его стороне и помогут ему в трудную минуту. Они не случайно появились в его жизни? В этом Олегу и предстоит разобраться. В 2015 году повесть «Звезда» стала рауиатом международного конкурса «Книги года выбирают дети». Ниже бездны, выше обраков. Больше всего на свете Таня боялась стать изгоем. Казалось, проще закрыть глаза, заглушить совесть и быть заодно со всеми, чем стать очередной жертвой травли одноклассников. Казалось, пока в их классе не появился новенький. Он прожил Таню на сердце с первого взгляда. Дима гордый и дерзкий. Он бросил вызов новым одноклассникам, а такое не прощается. Как бы? Снова смолчать, предав свою любовь? Или выступить против всех и помочь тому, кто даже не смотрит на нее? Страна сов. В маленьком провинциальном городе, где все друг друга знают, найдется немного развлечений. Вот и мальчишкам приходится выдумывать всяческие шалости и самим искать, чем разнообразить свою жизнь. Однако столетия назад здесь разгорелась кровавая вражда, породившая страшное заклятие. От тех времен остались лишь легенды. Руины старого монастыря и медальон, который случайно попал в руки одному из друзей. С чего и началась череда необъяснимых и пугающих событий. Запретная земля. Есть на земле места, куда нельзя вступать человеку. Такие места окутаны неразгаданными тайнами. О них слагаются легенды. Но что будет, если нарушить табу, вступить на запретную землю? Десятиклассник Артем Брукомский из Иркутска – обычный подросток с классическим набором проблем. В летние каникулы молодой человек устраивается на работу в рекламное агентство, где ознакомится с парнем по имени Дэн. Вдруг рассказывает ему о таинственной земле, где происходят очень странные вещи. Люди, живущие там, обходят все края стороной. По преданию, тех, кто осмелится переступить границу, ждет страшная и неминуемая кара. С тех пор Артем не находит в себе места и решает во что бы то ни стало туда съездить и во всем разобраться. На этом наш обзор подошел к концу. В нашей библиотеке вы можете взять повесть «Звезда». Предлагаем вам познакомиться с рекомендательным списком литературы и прочитать другие произведения подростковой литературы современных российских писателей. Редактор субтитров А.Семкин